Здравствуйте! В эфире программа «Свое дело» и с вами я, Анна Махова. Мы рассказываем самые актуальные новости, посвященные малому и среднему бизнесу в Самаре. Мы делимся историями успеха. Сейчас, на сегодняшний момент, мы занимаемся импортом, но хотели бы вывести определенную компанию, которая находится в Самарской области, гигиеническую детскую продукцию на рынок Азии. В Самарской области начался большой образовательный проект российского экспортного центра. Собравшиеся предприниматели – первые счастливчики, попавшие на обучение. Любое большое дело начинается со знакомства, так и здесь. Сначала каждый рассказал о себе и зачем пришел сюда, и только потом – начало интенсивного обучения. Эти предприниматели, несмотря на уже существующее дело и прибыль, знают, чтобы расти, необходимо постоянно учиться, учиться и еще раз учиться. Образовательный проект российского экспортного центра был разработан Государственным институтом поддержки экспорта специально для представителей компаний малого и среднего бизнеса, которые заинтересованы в начале экспортной деятельности и решили продвигать свои товары на внешние рынки. Образовательный проект был разработан как системный продукт, цель которого – передать базовые знания в области внешнеэкономической деятельности, а также узкоспециализированные знания в области экспортной деятельности представителям малого и среднего бизнеса. В проект были привлечены ведущие специалисты в этой сфере со всей России. Программа разрабатывалась с учетом приоритетов и интересов по образовательной поддержке, которую сегодня озвучивают сами предприниматели. Действительно, наши тренеры – это специалисты высокого уровня в сфере внешнеэкономической деятельности. Кроме того, для них проводятся специальные бизнес-тренинги для того, чтобы, обучая компании, они могли передавать знания именно с практической точки зрения. Большой объем знаний в рамках восьми образовательных блоков будет подаваться в течение года. Каждый длится всего один или два дня. В режиме интенсивного обучения предприниматели узнают, как ввести бизнес в экспорт, как строится жизненный цикл экспортного проекта, узнают, какие формы государственной поддержки экспорта существуют. И заканчивается финальным этапом экспортного проекта. Это последний курс, посвященный логистике и основным вопросам, связанным с возвратом НДС и получением валютной выручки. РЭЦ – новый масштабный проект, в котором принимают участие 13 регионов Самарской области, в их числе «Наш регион» – один из первых пилотных площадок, с которой начинается работа образовательного проекта. РЭЦ – это на сегодняшний день единое окно для всех экспортеров. Это механизм, созданный государством, это орган, созданный государством, который будет объединять себе все меры по поддержке экспорта, как финансовые, так и нефинансовые. Поэтому взаимоотношения с этой организацией для нас крайне важны для того, чтобы быть в тренде тех мероприятий, которые принимаются на федеральном уровне, и участвовать во всех их. Заинтересованность нашего региона в этом образовательном проекте неудивительна. В Самарской области насчитывается порядка 400 компаний, которые ведут экспортную деятельность. Самарская область – один из ведущих регионов в ПФО по объему экспорта. По объему экспорта мы занимаем порядка 17% среди общего объема экспорта ПФО. Поэтому в текущих условиях, когда введены санкции, когда слаб рубль, мы очень заинтересованы в развитии нашего экспортного потенциала. Сегодняшний интерес компаний, которых здесь будет достаточно много на обучающем семинаре, он показывает, что не только правительство, но и сами компании заинтересованы и готовы обучаться. Многие начинающие экспортеры зачастую просто не знают, как начать продавать свои товары и услуги за рубеж, как заключать контракт с иностранными партнерами, привести товары в соответствии с иностранными требованиями, и множество других факторов, которые напрямую влияют на экспортную деятельность, о которых предприниматели порой просто не догадываются. Первый блок даст знания в этих вопросах. Это позволит им сделать для себя определенные выводы и определенный акцент в собственных знаниях. Выходить сегодня на внешние рынки не прихоть, а необходимость. Специалисты объясняют сегодня, вследствие заниженного курса рубля, наши товары как никогда конкурентно способны. Предприниматели не только могут увеличить объемы продаж, выходя на зарубежные рынки, но и увеличить выручку, получая ее в валюте. Ориентироваться на внутренний рынок безусловно нужно, но внутренний рынок он ограничен. Международный рынок, это рынки иностранных государств, они для нас пока что еще являются новинкой, но это опять-таки это очень большое поле для деятельности нашей компании. Это возможность увеличивать производство своей продукции, это возможность модернизировать свое производство для требований иностранного рынка, и, соответственно, приводить продукцию в соответствии с международными требованиями. Это очень нужно для экономики нашего региона, и это очень нужно для экономики нашей страны. И, конечно, это на пользу самим предпринимателям. Чтобы все получилось, нужны знания. Они помогут не только стать уверенным на внешних рынках, но и конкурентно способными, что и является основной целью образовательного проекта. Это увеличение количества компаний и действующих экспортеров. Чем больше знаний будет, тем более активны будут предприниматели, я уверена, это им будет помогать в работе, в расширении и масштабировании своей хозяйственной деятельности. И они будут становиться экспортерами и тем самым расширять свои горизонты, горизонты своей деятельности. Сегодня на наши вопросы отвечает консультант, бизнес-тренер Максим Канухин. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. А расскажите, какие бывают самые типичные ошибки стартаперов? Многие старты начинают после того, как зарегистрировались, снимают офис, снимают сотрудников. Это кардинально неверно. Зачем вам дополнительные сотрудники, если ваших мощностей достаточно для выполнения тех заказов или услуг, которые вы сделаете? То есть, если одного человека достаточно, например, на 50 заказов, и когда уже пошли 60-70 заказы, то тогда понятно, что ему нужен сотрудник. Если таких заказов нет, то, соответственно, нам расширение штата сейчас не нужно. Другой момент. Если бизнес привязан к территории или не привязан к территории, то это тоже различие. И если это кофейня, то понятно, что она привязана к территории, к трафику и так далее. Если это какая-то услуга, но она не привязана никак. То есть, не обязательно сидеть в офисе, мы можем встречаться с клиентами где угодно, выяснять всю информацию и после этого выполнять услугу. Расскажите, как вести себя, если возникли какие-то проблемы в ходе ведения бизнеса? Если у вас нет проблем в бизнесе, то у вас нет бизнеса. То есть, как бы есть такая вот очень хорошая фраза. И нам по факту руководитель каждый раз решает какую-то проблему. И каким способом он это будет делать, это уже, конечно, на его усмотрение. Но, опять же, в этом заключается управленческое искусство. То есть, как он это будет все решать. И, опять же, функционал руководителя. Многие компании рушатся, скажем так, когда не завоевывают какую-то позицию хорошую. Но руководитель становится таким звездным и не думает о будущем. И компания просто начинает потихонечку-потихонечку ломаться, загинаться и в итоге закрывается. Очень много стартапов, которые закрылись практически через полгода после открытия. И это нормальная статистика абсолютно. Потому что вот этот личностный свой барьер, его достаточно трудно преодолеть. Человек, который, скажем так, никогда не был с этим связан. Это нормально. Те же самые, например, IT-стартапы, которые привыкли, скажем так, работать с компьютером и удаленно. Но лично работать не всегда умеют, не всегда у них это получается. Но они сталкиваются с большим количеством проблем при коммуникации со своими же сотрудниками, со своими партнерами. Это нужно учиться и уметь. Если мы понимаем, что мы столкнулись с этим барьером, тогда нам сразу понятно, что нам необходим процесс обучения наладить в компании. То есть вот эти компетенции. Спасибо, Максим, большое за ответы. Ну а мы переходим к следующей рубрике. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области проводит первый этап конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, производителей товаров, работ, услуг, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Самарской области для предоставления из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя. Подать заявку на участие в конкурсе, предоставив необходимую документацию, можно до 1 июля 2016 года. Телефон приемной 8 846 334 47 00, 8 846 334 47 01.